Если вы спросите честно, ребята, то немножко стрессовая ситуация, конечно, с этими уколами, с этими всеми непредвиденными остановками. Прямо как-то стрёмно. Я сначала было подумал, что опять у меня отвалилось колесо. И думаю, на новом трейлере у меня так. Но, слава богу, обошлось всё более или менее демократично и недорого. Да, потеряли час времени, но ничего страшного. Должны были приехать 8, приедем 10. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, всем друзья из Алабамы. Мы начинаем разгружаться. Сгрузил все четыре тачки, которые нужно доставить. Дилерская находится вон там, куда мы и повезем эти автомобили. Пока я их заглушу, конечно. Ладно, на форду, наверное, на первом поеду. Chevrolet нужно выдушить. Я все оставляю, чтобы аккумуляторы немножко подзарядились, чтобы они так слабенько заводятся. На пять минут их надо оставлять, чтобы не поработать. Пока я сейчас позакрываю, всё. Ну вот, окипит, у нас, конечно. Хорошо, что погода такая у нас отличная. Просто щикардос. Так, тепло, хорошо. Плюс, наверное, на 15 минимум. Работать комфортно. Так, я на форде сначала. На форде. Эти ребята сказали запарковаться в другом месте. Но другого места, как такового, я не нашел. Здесь где-то за их зданием должна быть какая-то парковка песочная. Короче, искал, искал, не нашел запарковаться напротив. Вроде как диспетчера мне ищут уже машины из Алабама на Техас. Потому что шли сюда перегрузкой из-за того, что нету прямых хороших грузов до Техаса. Пришли четыре машины в Алабаму взять. Сейчас Алабама на 4 на Техас. В Техасе скидываем все. И с Техаса набираем уже целую кучу на Калифорнию. Чтобы доехать на Калифорнию. А с Калифорнией я уже беру Тесла. Вот такой вот надо путь продевать, чтобы было интересно вообще по зарплате. Вот. А если ехать напрямую из Массачусетса, например, в Калифорнию, это получается практически то же самое, что ехать из Массачусетса на Техас. А это по цене то же самое, по расстоянию в два раза больше на Калифорнию. Вот мы и такими путями перегружаемся часто. Ну, не часто, я скажу так. Иногда. Сейчас, вроде как, должно быть летом поинтереснее. Все, разгрузились. Едем дальше. Есть две машины у нас, ребят. Которые мы сейчас будем выбрать. Здесь, конечно, цены такие себе. Тоже с Алабамы что-то копейки какие-то вообще, не понимаю. Но еще есть. Поедем, заберем их. Еще надо две. Нам найдут, чтобы было шесть машин. А может быть, семь заберем, посмотрим. Если все поместится. И если все поместится, возьмем семь тачек на Техас. Так, ребята, выскакиваем. 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 Тачка развернутся туда. Другая. Одну в одну сторону, другая в другую сторону. Достаточно выскакиваем. Моя Гирьевская находится на противоположной стороне. Достаточно широк. Оно большой поток машин где-то сверху. И встаю уже. Долго. Не буду никак развернуться. Продолжение следует... Но чтобы приехать на эту длину, нужно было ехать там еще 10 миль. 5 миль, чтобы рассернуться. Меня это не устраивает. Я хотел быстренько на месте, чтобы не терять время. Потому что у нас уже час дня. Нужно забрать автомобиль. Один, потом второй, еще два где-то. Два где-то покупки. Такой вот корчик забираю. Nissan Altima 2011 года. Купе. Диски классные. Так смотрится. Ну что? 3.5 V6. SR. В царапинках, в дентиках. Такой вот вам спорт вариант. Nissan Skyline Altima. Вот такой вот сильный удар здесь. Царапина, кстати. Диски все изцарапаны. С люком на коже. Ну что? Аппаратик такой нормальный. Кататься можно. Кататься можно. Едем. Загрузим его с краю. Чтобы легко было вытащить. Эта машина скидывается в Луизиане. Не хочу ее на самый верх. Так как мне очень будет удобно потом разгружаться. Сейчас я полз аутсио-системы. И следила. Я здесь запарковался вот на этой крайней линии. Видите, как на Флориде прям. Ну, она широкая, большая такая. Не составляет проблем. Кстати, 135 тысяч пробег на этой машине. Достаточно большой пробег. Ну, такая по качеству мягенькая. Ниссанчик такой в эти годы делал неплохо. Компания старых 100 по максимуму. Infinity сделали. Это такая одна из таких купе, где сзади места достаточно. Можно сидеть спокойно. Удивительно, что сзади даже в БОС-системе нету колонок в боковушках. У меня в BMW купешные были. Готовчатка. Так, это ее пока поставлю. Она низкая, может быть, даже этажи опущу. Может, еще ее немножко спущу. На миллиметрик. Есть, как так. Видите, я опустил, так максимально вниз. И у меня немножко ламп. Место. Не знаю, может, придется еще и вытащить. Потому что сейчас низкие машины поделают. Hyundai Genesis двухдверно. Он такой низенький, что вообще. Ребятки, такая прекрасная погода. Тут, короче, уже 23, наверное, в Алабаме. Так тепло. Переоделся в шорты. Маечка. Комфортно работать. Еду за второй тачкой. Прямо в центр Бирмингама. Машина. Что у нас? А, Hyundai Genesis. Такая дверная. Как-то надал. А с местами. Я этим забирать. Потом есть у нас еще Хондочка Accord. И еще ждем последнего. Чтобы можно было уехать с этой территории в сторону Техаса. Вот мы в центре города Бирмингама. Лиднее. Вернее, Лиднее центр у нас по правой стороне. Я скажу, куда нас, в принципе, ведет навигатор. Здесь, конечно, не будет низких мостов и т.д. и т.п. Какая-то дилерская небольшая в Украине это Хондай. Такой городочек тоже промышленный смотрю, тут что-то строится, расстраивается и все. По обеим сторонам бизнес-серии не меряется. Насколько я так понимаю, здесь улицы достаточно пустовные и свободные. Это что-то наподобие нашего Спрингфолна в Массачусетте. Такой городок, не мегаполис. Сюда, вот в эту улочку нам нужно заехать. Пятая авеню Бонус. С правой стороны ходят разделят. Опять, наверное, придется в линии only парковаться вот в этой поворотной линии, так как здесь я не вижу других вариантов. Вон только есть третью линию. Здесь. А, Джимберг. Окей. Ну да, забрались в центр самый. Джимы разные. Что же мы делать? Ну, наверное, вот так вот запаркуешь, хотя как не объехать потом. Вечная дилемма. Я думаю, вправо мне это да, вправо даже нет. Да. Вот она, прям эта дилерская. Он хотел туда встать, туда сейчас машина встала. не люблю центр города, всегда проблема запарковаться. Ну, хотя здесь в Бирменгам еще она куда-нибудь но более меняет. Более меняет все так спокойно. Где-нибудь прижмутся. Нету места. Здесь тоже все забито. Может, в этой линии стать. единственная Subaru. Subaru, Vambara. Нам нужен Chevrolet, я так понимаю. тут везде one way идут улицы односторонние. бас остановится остановка. Джембург. У них все Джембург, я не понял. Все дилерские. Здесь толпа тоже нельзя парковаться. Кошмар. Заеду вот сюда. Можно будет не прижаться. Видите, тачки стоят. Это означает, что здесь можно парковаться. Поэтому мы так и сделаем. Хотя прекрасный паркинг слева, но я не буду туда заезжать. Еще какие-нибудь гвозди поймаю. Да и т.п. В общем, мы снова находимся не то вместе. Приехали за машиной, адрес неправильный. Ждем пока какой-то нас этот консьерж наведет где машина. Они практически отсюда минут пять, но я не знаю адрес сейчас до человека, который должен туда вас листы. Вот нормальная машина. улица. Я приехал сюда по этой улице. улица. Похоже. раха. Толер зам. Толер короче вот такой вот genesis оказаться я ошибся верно просто кабан еще такой вторых дверный как лимузин как бы его семерка ну то ладно идет он у нас аж удалось я улез город машинка классная я такой же перевозил мне она нравится на такая дедовская до типа но прикольно прикольная genesis отделка вся мне очень нравится аудиосистема здесь хорошие все навороты мультимедийные отличные вообще автомобиль достойно конечно ну не за деньги бмв но тем не менее думаешь вот так ездить на нем как на mercedes принципе не хуже прокатился как-то на нем мне очень понравилось это машин хорош эта штука мешает на руле старый старик какой-то ездил на делать фигню жирно так все грузим вот это авто красивая 38 короче мотору этой машинке а есть точно такие же ребята genesis они 5.0 этот мотор 3 8 но его хватает с головой если честно третий пошел все гимнесси забрали сейчас пытаюсь выезжать с этого берминга потому что тут может начаться пробка надо надо еще забрать две машины и стараться сильно теряем время с этими перегрузками день как а а п а а а Субтитры создавал DimaTorzok